Привет, с вами Дайвин Без Границ. Меня зовут Владимир, это Татьяна. Мы решили немножко попробовать другой формат сегодня и расскажем вам про ласты. Эта информация будет полезна не только дайверам, но и обычным людям, которые захотят поплавать с маской, с трубкой. И, собственно, мы расскажем, основываясь на каких принципах следует выбирать ласты. Итак, для начала давайте определимся, какие ласты вообще бывают. Чем они различаются по конструкции? Существует два типа ласты. Ласты с закрытой пяткой, которые одеваются, как правило, на голую ногу или неопредную носок. Ну и вот, собственно, ласты с открытой пяткой. Их используют в основном дайверы. Есть такие же ласты тоже для снорпинга, но они надеваются на ботинок чаще всего. Ласты для так называемого снорпинга, которые продаются в большинстве ларьков на побережье моря. Как видите, простейшая конструкция, кусок пластмассы и кусок резины. С дырками. Да. Для чего сделаны такие ласты? Ласты эти для отдыхающих, которые приехали на море, у которых нет никакой подготовки, но которые хотят поплавать вдоль ифа, посмотреть подводные красоты, при этом не хотят напрягаться, они не хотят прикладывать каких-то особых усилий для плавания. Для них как раз вот такие ласты и сделаны. У них нет практически ребер жесткости, гнутся они очень сильно, на течение они ничем не помогут, так что если вас таких ластов унесет течение, назад вы навряд ли вернетесь. Ну, то есть если вы бабушка, вы можете брать вот такие вот ласты. Стиль а-ля бабушка, однозначно, такие ласты мы не советуем покупать никому, потому что как по функционалу, так и по долговечности эти ласты работают очень недолго и, как правило, не удовлетворят ваших потребностей, особенно если вы упадете в какую-то ситуацию, когда вам действительно понадобится приложить какие-то усилия, чтобы вернуться назад. Не, ну может быть вначале, кто вот первый раз попробовать хочет, да, никогда до этого ногами не работал, ну, первый раз попробовал, все. Как попробовать, поэтому лучше возьмите такие ласты в прокат, но никогда не покупайте их себе. На самом деле единственное, наверное, достоинство, стоят очень дешево и они очень легкие. Больше достоинств в этих ластах я не вижу. Вот ласты, которые используются для снорклинга. Как видите, эти ласты сделаны из композитных материалов, резина, полимеры, конструкция более сложная, у них есть ярко выраженные ребра жесткости. Ласты эластичные, но при этом достаточно упругие. Грибут они неплохо, и эти ласты достаточно долговечные. Этим ластам уже более 10 лет. Значит, кому мы можем порекомендовать такие ласты? Вариант первый. Если вы активный сноркель, плаваете с маской, с трубкой более-менее на приличные расстояния, и, в принципе, они вам помогут, даже если вы встретитесь с небольшим течением. Второй вариант для дайверов, где-то в теплой воде. Возможно, у вас есть такая возможность нырять где-нибудь на Мальдивах, например, где вы ныряете в трусах и маечке, ну, максимум, в трешечке в какой-нибудь коротеньком костюме, и особо не напрягаетесь в плане течения. То есть это такой вот вариант выходного дня, скажем. Ну, и они стоят чуть дороже, чем предыдущий вариант. Вот. И при этом они чуть тяжелее. Но в любом случае покупать такие ласты уже можно. И если вы не рассчитываете серьезно заниматься дайвингом, то, в принципе, эти ласты как раз вот не конкретно эти, а вот ласты такого типа как раз ваш выбор. Какие ласты? Вот эти ласты уже применяют дайверы. Как видите, конструкция этих ласт еще более сложная. У них при грибке образуется своеобразный такой карман, который позволяет делать более эффективный грибок. У них еще больше ребра жесткости. У них есть ребра жесткости сзади. А ласты эти сделаны под ботинок, но есть точно такие же ласты, сделанные и под закрытую галошу, чтобы надевать на голую ногу. При этом эти ласты тоже очень долговечные, очень эффективные. И можно их и применять и для снорклинга, и для дайвинга. Вариант применения для сноркера. То есть вы должны быть уже более-менее подготовлены. То есть чаще всего для снорклинга надевают такие ласты дайверы, которые решили просто пойти посмотреть рыбу, где-нибудь поплавать по поверхности. Почему чисто для снорклинга нет? Они достаточно тяжелые, и без подготовки грести обычному человеку будет недостаточно сложно. Это первое. И второе, такие ласты, они предполагают использование ботинка. То есть вы здесь видите, что здесь должен быть ремешочек специально затягивающийся. И используются они в основном с дайверскими ботами. Сноркеля обычно такие вещи покупают достаточно редко. Но и они достаточно тяжелые. То есть они будут утягивать ножки немножко под воду, и усилие на грибок нужно прилагать на такое немаленькое. Да, эти ласты имеют, я бы сказал, отрицательную плавучесть. То есть если вы их... Легкую отрицательную. Да, небольшую. То есть если вы их уроните в воду, они потихонечку будут тонуть. Но, тем не менее, эти ласты прекрасно работают в течении. Для дайвера с одним баллоном в мокром костюме очень хороши. На самом деле, вот данная конкретная модель, к сожалению, уже снята с производства. Она была очень удачной, выпускалась в течение многих лет, и была как бы любима всеми и дайверами, и инструкторами. Но сейчас компания Mars выпустила какие-то новые модели. К сожалению, мы их не пробовали, поэтому ничего не можем сказать, насколько они лучше и хуже. Но это не факт. Ну, не суть. Как альтернатива можем показать и такие же подобные ласты других производителей. То есть немножечко отличается конструкция. Видите, ребра жесткости, они как бы вывесены чуть-чуть в центр. Дополнительные лопасти расширены вот здесь вот, после ребра жесткости. А так, в целом, в принципе, это то же самое. Разницы в использовании никакой. Разница в эффективности грибка, наверное, есть. Но вот... Ну, я бы сказала, наверное, что вот эта модель, она более тяжелая. То есть она, наверное, не подойдет к человеку, кто ныряет в каком-то легком мокром костюме. То есть она будет утяжелять вам ноги. И если у вас нет такой проблемы со всплытием ног, это там бывает либо у полненьких, либо там у девушек, то, скорее всего, эти ласты вам придется как-то компенсировать грузами, да, перемещать груза, потому что они достаточно тяжелые. Вот. А вариантов таких ласт огромное множество. Так же, как и материалов, применяемых в них. Но вот именно ласты подобной конструкции – это основные ласты, которые используются дайверами при плавании в мокром костюме. Следующие у нас ласты, которые, как говорят, считаются легендой. Это знаменитый джет-фин от Скоба Про. На самом деле, вот посмотрите, вот это джет-фин от Скоба Про, вот ласты другого производителя. То есть была даже такая шутка, да? Найдите… Найдите 10 отличий. 10 отличий, да. Кроме ремешков, которые мы установили с вами, отличий особых в этих ластах нет. Практически почти полная идентичность. Вот. Но не это главное. Для чего, собственно, используются эти ласты? Как вы видите по конструкции, эти ласты, они широкие. У них очень мощные ребра и роскости. Вот давайте просто сравним с ластами обычными для дайвинга. Да? Посмотрите, толщина ребрения здесь и здесь. Ширина лопасти, да? Тоже видно, что… То есть шире, по длине они на самом деле чуть-чуть, может быть, покороче. Но при этом они намного жестче вот в этой части и очень эластичные на кончиках. Эти ласты прекрасно работают как в течении, так и в спокойной воде. Но основной грибок в этих ластах – это фрок, да? То есть когда вы гребете ногами вот так вот. И эти ласты, собственно, они, конечно, не создавались под такой грибок, но их применяют многие, в том числе и промышленные легководолазы, ну, промышленные водолазы в легководолазных работах. И военные применяют подобные ласты. Они неубиваемые, сделанные, грубо говоря, из цельного куска резины, цельнолитые. И что еще? Они очень тяжелые. То есть вот эти ласты очень тяжелые. А если вы уроните воду, они у вас быстро тонут. Поэтому сейчас Татьяна объяснит, в чем фишка таких ласт, именно по весу. Значит, что касается веса, да? Если вы знаете, наверное, у мужчин и женщин немножко разное телосложение, да? И от этого немножко меняется плавучесть. У мальчиков чаще всего возникает такая проблема, что ноги тонут. Девочки плавают в более правильном триме изначально, если не очень стараются. Ну, это как бы чисто наши анатомические особенности. То есть вот такие вот ласты неплохо применяют, если вы плаваете с сухим костюмом, и у вас собирается воздух, например, в районе ботинок, либо в районе носков. Носок. 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 Неважно. Да. Он там собрался. И, ну, у нас, кстати, был вариант однажды, да, что, когда девушка дайвер, рекреационный дайвер, предпочла вот такие вот ласты всем остальным, вот этим вот пластиковым. Ну, да, и прочим, красивым, розовым, и прочим. И, конечно, чисто из-за того, что эти ласты прекрасно делали баланс ее тела под водой, ей очень комфортно было у них плавать. Да, они требуют значительно больших усилий, чем вот предыдущие варианты, которые мы показывали для того, чтобы совершать грибок. И грести в них флаттером, то есть когда ласта у нас работает вот в такой плоскости, достаточно тяжело. Но при этом, если вам надо какой-то участок небольшой проплыть против течения, прекрасно они работают и флаттером. Ну, а, как я сказал уже, основной грибок это все-таки фрог, и там нагрузка значительно меньше, ласты работают немножко по-другому. Очень экономично с точки зрения потребления энергии, соответственно, вы меньше дышите и меньше тратите воздух. Так, третий тип ласт, ласты для фридайвинга и подводной охоты. Эти ласты значительно более длинные, вы видите, что они значительно длиннее, они достаточно жесткие, лопасть, при этом они эластичные, очень выраженное оребрение. Эти ласты позволяют менять лопасти, лопасти бывают трех типов ластов, жесткости, жесткие, средние, мягкие. Открыв вот эти вот защелки, и вот здесь вот сняв фиксатор, лопасть можно выдернуть из ласты и вставить лопасти другие. Галоша более толстая, рассчитана, в принципе, на использование с неопреновым носком, но можно использовать и на голую ногу. Вот, ласты требуют хорошей физической подготовки, но иногда эти ласты используются и дайверами. В дайвинге подобные ласты часто используют подводные фотографы и видеографы, люди, которым нужно плавать в сильных течениях, либо кто работает с людьми, то есть нужно достаточно много грести, обгонять, перегонять, да, и... То есть нужен достаточно эффективный грибок и нужно плавать быстро. Вот, ну, надо понимать, что требует определенной физической подготовки. Неподготовленный человек, скорее всего, эти ласты, купив и впервые попробовав, скажет, что эти ласты ему не подходят, потому что грести тяжело, ему некомфортно. Поэтому ласты хорошие, но применять их следует по назначению, то есть подводная охота и фридайвинг. В дайвинге также будете готовы тому, что если вы будете такое подобное использовать, ваш расход увеличится. Мягко скажем, увеличится. Да, в любом случае ваш расход увеличится с большой вероятностью. Ну и как заключение, что бы мы хотели сказать. Выбирая ласты, смотрите, для чего вы их собираетесь использовать. То есть не стоит вестись на какие-то популярные бренды или на легендарность тех или иных ласт. И выбирать ласты строго по назначению. То есть если вы рассчитываете в основном плавать по поверхности и очень изредка нырять, то можно брать самые простые ласты с закрытой пяткой. Если вы рассчитываете в основном заниматься дайвингом в теплом климате, то ласты с открытой пяткой, вот те, которые мы показывали вам первыми, то есть ласты подобного типа, выбирайте. Если вы собираетесь заниматься дайвингом, в том числе и в холодных, и в тяжелых условиях, или техническим дайвингом, то выбираете ласты подобного типа. Ну и для подводных охотников и для фридайверов, естественно, однозначный выбор вот такие ласты. Все они отличаются так же и по цене. И, соответственно, самые дешевые у нас, это были показаны вам первые ласты, которые в принципе не для дайвинга. Да, которые в принципе не для дайвинга, которые мы не советуем вообще покупать. И дальше уже, причем вот модели, зачастую модели, вот, допустим, вот такие ласты с открытой пяткой и с закрытой пяткой, и с закрытой пяткой, которые с цельной галушей, стоят дешевле, чем ласты с открытой пяткой. Вот. Выбирайте, что вам больше нравится. Наши рекомендации вы услышали. А на вопрос моих телезрителей, на вопрос зрителей нашего канала, какие ласты использую я, да, я думаю, не только я, интересно, какие ласты использует Татьяна, я в основном использую ласты ОМС Слипстрим. Почему? Во-первых, универсальные можно использовать и с сухим костюмом, и с мокрым костюмом. Они где-то на килограмм легче, чем джетфины, что очень важно при перевозках. Во всем остальном они, в принципе, не уступают джетфинам по всем параметрам. Я считаю, что они идентичны. Поэтому это мой выбор. Ну, а про свой выбор Татьяна тоже, наверное, расскажет. Ну, мой выбор, если мы говорим про мокрый костюм, это, наверное, вот такие вот ласты. Ну, в принципе, приходя на лодку, вы, наверное, если использовали подобные ласты, вы знаете, да, тут главное выбрать свои и не перепутать. Потому что бывает такая ситуация, когда там 20 дайверов примерно вот только в разных расцветочках. Да, что касается сухого костюма и техно, ну, наверное, тоже очевидно. Вот. Какой еще совет можем дать? То есть, если вы приехали куда-то нырять, да, знаете этого инструктора, ну, можно, в принципе, и в дайв-центре. Не стесняйтесь просить попробовать разные типы ласты. То есть, возможно, вы поменяете свое мнение, возможно, вы просто еще не определились у вас, ну, может быть, от кого-то достались предыдущая модель, вот, и вы хотели бы что-то, ну, узнать, есть ли что-то лучшее, а может, вам что-то подходит другое. Потому что в зависимости от веса, от гибкости, да, от вашей физической подготовки, от вашего телосложения, могут, ну, действительно, редко бывает, что можно вот какие-то конкретные ласты порекомендовать абсолютно для всех. Поэтому не стесняйтесь, просите пробовать. Я думаю, у вашего инструктора или в вашем дайв-центре будет достаточно большой выбор ласт, да, то есть пробуйте. Ну, а мы с вами будем прощаться. Спасибо, что нас смотрите. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, ну, и, соответственно, задавайте, конечно же, свои вопросы, что вам интересно. А мы будем стараться на них отвечать. Всем пока. Пока.